Георгий Иванович Новиков. Это имя в Люберцах знают многие. И представители старшего поколения, и молодежь. Уже больше года ветерана Великой Отечественной войны нет с нами. Но память о героям живет в сердцах людей, которые знали его. Я сидел в самолете по первой готовности. И мне, значит, в наушники кричат «Все, вылезай, победа!» Я вылез, все ликуют. Очень радостный, конечно, день был. Народ долго ждал этого. Поэтому этот день, конечно, незабываемый. Для Георгия Новикова 9 мая всегда был особенным днем. Еще бы, ведь он один из тех, кто знает, какой ценой досталась победа. На счету героя 54 боевых вылета. Летчик-истребитель первого класса не проиграл ни одной схватки с врагом. На войне всякое бывает. Не бывает гладко. Бывает и то, бывает и другое. Важен финал. А финал был блестящий. Фашистская гадина была раздавлена в собственной берлоге. Он никогда не сидел на месте. Активно участвовал в жизни поселка Красково и в целом городского округа Люберцы. Вот кадры, где ветеран сажает дерево во время патриотической акции «Лес Победы». Иногда героя фронтовика можно было увидеть на сцене Дворца культуры. На праздничных концертах он любил исполнять песни военных лет. Песня и жизнь продолжает. Это хорошо, кто поет. В 90 лет Георгий Новиков стал увлекаться фотографией. Семья ветерана бережно хранит альбом с его снимками. Он умел находить прекрасное во всем. Зимний вид из окна, осенняя природа в парке или цветы во дворе дома. Все это оказывалось в объективе его любительского фотоаппарата. Но все-таки главным детищем фронтовика была работа в Совете ветеранов. О ней он думал даже в последние дни своей жизни. Свяжи меня с Галиной Константиновной. Я ей скажу, что там в Совете ветеранов надо сделать. Представляете? Господи, боже мой, тут уже не до нее, не до Совета ветеранов. А он переживал. Папа всю свою жизнь прожил под лозунгом «Движение – это жизнь». Не только спортивная – это футбол, теннис, велосипед. Он на велосипеде ездил почти до 90 лет. 19 февраля 2020 года Георгий Новиков покинул этот мир. Его уход из жизни – большая потеря не только для семьи ветерана, но и для всего городского округа. Говорят, что человек жив, пока жива память о нем. Если верить этой фразе, то Георгий Иванович будет жить вечно. Потому что таких, как он, не забывают.